Всем привет! Вы смотрите канал 12 соток. Меня зовут Аня, и я хочу сказать, что время очень быстро летит. Вот уже родился наш сын. Я вообще... Вчера у меня так что-то грустно стало, потому что я вообще не помню ничего из беременности, кроме вот последних месяцев, когда я уже не работала, мы там могли на пляж поехать. А первое, как-то смутно помню, почему-то все дни, именно когда я была на работе, там... И всё, и вообще ничего, и короче, я не помню именно вот... И поэтому мы решили вот сниматься с нашим сыном, его зовут Александр, и потом уже будем сами эти видео просматривать, и будем помнить, какой он маленький. Но я ещё снимаю для себя на фотоаппарат там такие... И, между прочим, я сняла... Ну, фотография-то фотографии. Да, но всё равно я каждый день снимаю по одной фотке, и вот так листаю их на фотоаппарате, потом их распечатаю в альбомах, может, там на интернет выложу, не может, а точно, но не все. Вот, и уже даже сейчас листаю, смотрю, как каждый день, как он меняется. То есть, и хочется это всё запомнить, потому что, не знаю, то ли память у меня короткая стала, то ли что... Ну, не, наверное, просто всё... И я тоже не помню. Просто, да, какие-то... Ну, короче, время реально очень быстро летит, и ты потом стараешься вспомнить, тебе кажется, что вот этого вот как будто бы и не было, там, каких-то моментов. Вот. Значит, родился он прямо в день рождения моей мамы, 19 июля. Это такое совпадение. Но это не единственное совпадение в нашей семье, потому что я родилась в день рождения... Кого? Твоей бабой? Да, маминой мамой. Да, мамой... Короче, бабушке Ярослава. Мама его мамой. Вот. И... Как бы ничего не предвещало беды, как говорится. Мы ходили, собирали ежевику на варенье и замораживали. Вот. То есть, такое, как бы активно... Я там уже на 9-м месяце с пузом, ну, так активно прошлись, всё. Собрали, кстати, не помню. Собрали там, что... А, я напекла пирогов с ежевикой. Пожрали. А потом, короче, началось. И это уже под вечером. Мы позвонили в больницу. Я позвонила и сказала, что вот у меня схватки, но они почему-то каждые 3 минуты идут. Это очень часто для начала. И они мне говорят, а, выпей один парацетамол. Ну, я выпила... Сначала я не хотела пить парацетамол, а потом всё-таки выпила. Потом они начали идти каждые 2 минуты. Я звоню в больницу, говорю, знаете что? Я приезжаю, потому что они уже каждые 2 минуты идут. Мы приехали, меня там посмотрели. И говорят, ой, у тебя всё так хорошо, как по книжке. Тебе надо вот таким, как ты, надо рожать в бассейне с водой. Вот это такие вот. Сейчас ты скоро уже родишь. Но, короче, первая часть была как по книжке, а вторая уже нет. Я уже не буду там рассказывать все медицинские подробности. Скоро, чтобы газик был и системил. Да, и тебе дают для обезболивающего такой газ. И ты такая трубка, и ты дышишь газом каким-то. Я не знаю, может быть, это действует, может быть, не действует. Но Рослав сказал, что он тоже попробовал этот газ. Он говорит, что он там улетел, говорит, как будто бы накурился к этой марихуаной. Я вообще так особо, не знаю, ничего не почувствовала, особого обезболивания. Вот. Ну, потом уже, короче, закончилось тем, что его вытягивали этим, как она называется, вантуз, этот вакуумом. Вот. Мне поставили анестезию спинальную. И там всё, короче, такая операционная, так всё обустроено. Там куча врачей, все такие вежливые. И такой смешной анестезиолог, он просто подходит. Он под газиком был. Да, он был под газиком, он просто подходит и говорит, привет. Привет. Сейчас я расскажу про анестезию. И такой именно парень и так вот говорит. Говорит, это я должен рассказать кое-какие подробности, как это будет проходить. Я уже смотрю на него, как спаситель просто пришёл, сейчас уже вколит эту в спину, вколит наркотики. И что-то он там говорил, говорил своим этим сладким голосом. Ну, короче, в целом, я хочу сказать, что сервис здесь очень хороший. Не знаю, почему ругают. Ну, может быть, GP, вот эти, которые в поликлинике, они действительно вообще ничего не хотят выписывать. Но в больницу, если попадаешь, здесь, конечно, ну, как вот это объяснить? Ну, я, короче, в приятном, ну, как послевкусии осталась, если можно так сказать. Нет, там всё серьёзно. Всё, всё, вот. Потом меня отвезли в палату, когда родила, уже нас отвезли в палату. Это такая большая, на шесть, по-моему, кроватей, но была только я одна там. И между каждой кроватью шторка, то есть можешь закрыться, и соблюдается какая-то твоя там конфиденциальность. Вот, но больница была переполнена именно теми, кто родил детей. И я лежала в отделении с беременными женщинами. Это как бы, как называется, УАРД. Это как бы, ну, как сказать, отдел пренатальный. И так интересно, там ночью вот им прослушивались рецепия детей. Ты так лежишь, там тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Слышны эти мышинки. Вот, и кормили очень хорошо в больнице. потому что это для беременных, там такое разнообразие еды всякой. И приходишь, там прям вот как в меню, говорят, что ты хочешь, это, это, выбираешь себе. Мороженое можешь там выбрать. Ну, короче, такое питание отличное. И я пробыла там одну ночь, и на второй день уже мы поехали домой. Приехали, и вот уже прошло две недели, я говорю, что я особо ничего не помню, но сказать, что мы так плохо спим, я бы не сказала, потому что, во-первых, как бы я прекрасно понимала, что, ну, когда была беременна, что когда появляется ребёнок, то это какие-то, ну, как бы меняется твой образ жизни, то есть у меня не было каких-то там розовых этих очков, нет, какие голубые очки или розовые носят? Нет, голубые очки. У меня не было розовых очков, вот. Вот, и я прекрасно понимала, что будут какие-то там сложности и так далее. Вот, ну, спим, как говорится, спишь там два часа, потом просыпаешься, кормишь, переодеваешь, опять спишь там полтора часа, ну, как-то нормально. И вот после того, как я родила, я приехала, ну, мы приехали домой, и стали приходить к нам домой акушерки. Причём, а, кстати, вот, когда у тебя роды, ты не можешь вызвать скорую, сказать, вот, у меня роды, отвезите меня, как бы, то есть ты должен сам добраться до больницы. Вот. Так вот, и когда мы вернулись домой, стали приходить акушерки, там, сначала каждый день, потом раз в два дня, там, раз в час, раз в неделю, уже пришёл хелс-физитор, это, типа, врач, ну, как педиатр, это более, короче, квалифицированная акушерка, то есть пока ходить не надо самим в поликлинику, но мы были по некоторым вопросам, вот. И приходят, например, здесь, в Великобритании, очень мало кормят детей грудью, и если вот ты кормишь, то тебе звонят со всяких групп поддержки. Вот сегодня приходила женщина, там, рассказывала, у неё такая кукла-ребёнок, там, показывала, как надо прикладывать одно-другое. То есть идёт очень серьёзная поддержка. Я вот думаю, я даже думала, вот, как вот к этому серьёзно здесь относятся, как они хотят, чтобы кормили, ну, вот этими вот не формулой, не смесями, а именно грудью. И приходят достаточно часто, и дают, также есть номера, куда можно звонить в больницу, например, если у тебя какие-то проблемы, там тебя проконсультируют. Медикаменты, если какие-то прописывают, вот мне прописали железо, всё бесплатно. Ну, вообще-то в Уэльсе все медикаменты, всем прописывают бесплатно. Вот. Потом, например, через неделю после родов у меня было кровотечение, и мы, короче, так испугались, вызвали скорую, ну, потому что действительно, когда кровотечение, ты не знаешь, сколько из тебя выйдет крови, там, останешься ты жив или нет, и, там, то есть, может быть, это какой-то, как сказать, прорыв кровотечения, и оно там через минуту пройдёт, а может, будет так лицом, что ты через две минуты уже потеряешь сознание. Мы вызвали скорую, приехала скорая, и мне даже так неудобно было, я потом сказала Акушерфе, что, блин, вот пришлось вызывать скорую, и, говорю, мне даже как-то неудобно. Она говорит, нет, нет, вы всё правильно сделали, потому что если кровотечение, ты действительно как бы не... Ну, это одна из причин, по которой скорая здесь приезжает, это кровотечение, потеря сознания, там, какие-то, может... Ау, ну, это инсульт, ну, и прединсультное состояние, очень, там, может, какое-то сверхвысокое давление, но скорая здесь не работает, как такси, типа, что мне вчера было плохо, я сейчас сегодня вызову скорую, отвезите-ка меня в больницу, такого не будет, потому что здесь скорая работает на то, чтобы спасать, вот, ну, действительно те, кому нужна скорая помощь, а не транспорт до больницы. Вот, и потом папа меня спросил, сколько ты на лапу давала за роды? Я даже не знала, что ответить, потому что, ну, как, ничего, ну, здесь не принято. И ещё вот интереснее, когда вот у меня было кровотечение, я только начала завтракать, оно началось, я не успела поесть, и меня там забрали на этой скорой, и проверили, а анализ крови хотели взять кровь из вены, и они не могли накачать кровь, потому что я была голодная, и они мне принесли бутерброды, чай, то есть покушать в больнице сок, как бы, ну, то есть, я не знаю, просто чувствуешь себя человеком, и так, как должно быть, вот это уважение, как бы все друг друга уважают, все красиво разговаривают, то есть, да, бывают такие ситуации, что там люди, например, тебе могут улыбаться, но это на работе в основном, там, в коллективах, а там за спиной что-то скажут, но, по крайней мере, никто не будет хамить, я имею в виду именно в профессиональном плане, если ты приходишь к врачу, никогда тебе не нахамят, это просто невозможно, и даже висят таблички, что если вы будете хамить, или там как-то себя агрессивно вести, мы больше никогда вас не будем обслуживать в этой больнице, или там, в этой поликлинике. Еще, когда приходят акушерки домой, ну, они в основном приходят все разные, хотя у меня есть моя основная акушерка, которая была беременность, которая ходила сначала каждый месяц, потом каждую неделю, так вот, они когда приходят, задают примерно одни и те же вопросы, и так смешно было, когда пришел хелс-визитор, Ирслав поднялся наверх, а она такая говорит, у вас нормальные, нормальные отношения, все нормально с ним? Я говорю, ну, да, как бы, она говорит, не, ну, я просто спрашиваю, потому что это я должна спросить. Она говорит, а вот депрессия есть? Я говорю, нет, у меня депрессия. Я говорю, у меня бывает такое слезливое настроение, там, что-то посмотришь какое-то видео на Фейсбуке, там, трогательное, там, плачешь, как бы, я говорю, ну, прям депрессии у меня нету. Я говорю, ну, тревога там, потому что переживаешь как-то, ну, как ребенок, и думаешь, да, о будущем. Вообще-то это, просто у меня характер такой, что я часто там, бывает, начинаю всякое прогнозировать, там, что-то представлять себе, то, что не следовало бы. Вот. Но это уже моя особенность, это не связано с рождением ребенка. Вот я говорю, да нет, у меня нет депрессии, я говорю, я прекрасно понимала, что, ну, как, что, что нас ожидает, то есть, как это вот, что ребенок, это не такое там пупсик, и он такой, а-а-а, смеется, и все хорошо там. Говорю, что это как бы требует каких-то там твоих сил. Она говорит, правильно, правильно, говорит, а то многие женщины, говорят, у них какое-то представление, а потом они сильно разочаровываются, там, расстраиваются. Я говорю, ну, я говорю, мне не 15 лет, как бы, чтобы иметь какие-то там эти голубые очки, да, розовые очки. Я говорю, я прекрасно себе, как бы, отдавала себе, отдаю себе отчет. Вот. То есть здесь как бы следят, но здесь не считается постыдным, если у тебя какие-то проблемы, если ты там переживаешь, ты можешь сюда позвонить, есть разные группы поддержки. Мы постараемся выкладывать видео почаще, насколько это возможно, рассказывать, как у нас проходит жизнь. Проходит жизнь, ну и звучит. Так, спасибо за просмотры, ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравилось видео, если понравилось, то лайки. И подписывайтесь на канал.